МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Альбина Полищук. Почему пессимисты чаще хандрят? Как наши мысли влияют на наше состояние? Как работает самовнушение? Будем сегодня разбираться. Разбираться в этой теме будем мы сегодня с нашим гостем. С Олегом Сытиным, президентом Центра оздоровления по методу академика Сытина. Олег, здравствуйте! Спасибо большое, что к нам сегодня пришли. Давайте телезрителей наших тоже к разговору пригласим, если наша сегодняшняя тема вам интересна. Звоните, пожалуйста, по номерам телефонов 511-99-66 и 8800-532-55. Это телефоны прямого эфира. Задавайте свои вопросы, мы постараемся на них ответить. А кроме того, традиционно до начала эфира мы запускали голосование в нашей группе ВКонтакте. Спрашивали мы вас, уважаемые телезрители, наши подписчики. А вот вы можете сами себя настроить на позитив? Обратите внимание, в уголочке экрана будет QR-код появляться периодически, на него свой смартфон можно навести, принять участие в нашем голосовании. Чуть попозже в выпуске мы обязательно итоги подведем и прокомментируем их. Олег Юрьевич, неужели... Вот мы сегодня говорим о силе мысли, слова, о самовнушении. Неужели они так сильны, что могут воздействовать не только на наше психологическое состояние, на наше настроение, а даже на физическое состояние? Да, наши мысли, наши слова имеют огромное воздействие на наш организм. И этим занимались не только современные ученые, но об этом знали и ученые древности. Про древности вы говорите. Я вспомнила, когда мы учились в университете на филфаке в КГУ, нам говорили на языкознание, что у слова «врач» корень от древнерусского «врати». «Врати» — это говорить, заговаривать, колдовать, всякие варианты на тему «говорить». Мы тогда еще смеялись, прикольно говорили мы. «Врать» — обманывать, то есть в нашем современном понимании говорить. И «врач» — лечить, по сути, это получается одно и то же, это синонимы. А по большому счету, вот на ваш взгляд, отчего вдруг русский народ решил лекаря назвать таким словом и связать его именно со словом, да, с говорением, заговариванием? Слово. Я думаю, люди понимали, что слово очень сильно влияет на не только наше психологическое состояние, но и на тело, на наше здоровье. Можно вспомнить средневекового врача Авиценну, который говорил так. У врача есть три средства борьбы с болезнью. Слово — растение — нож. И обратим внимание на то, что он слово ставил на первое место. Кто еще занимался из древних мыслителей, целителей этой темы, темы влияния слова на нас? Всем известный врач Гиппократ, врачи дают ему клятву, говорил, что нет неизлечимых болезней, есть неизлечимые пациенты. Это пессимисты, скорее всего? Те, которые убеждают? Да, которые не верят, что могут выздороветь. Из современных можете назвать примеры? Да. Сегодня так, правильно? Наших современников достаточно много, кто сейчас активно развивает эту тему, либо развивал. Это Синельников, зарубежный врач Джо Диспенза, книги, которые очень популярны. И в том числе Академик Сытин. Раскроем интригу. Вы его сын, которого, скажем по секрету, он родил в 70 лет. Это уже говорит о том, что человек был недюжинного здоровья, силы воли, силы духа. Можете рассказать, делился с вами отец тем, как он к этому методу пришел своему? Почему он вдруг решил, что в те годы, когда он занимался этой наукой, медицина была так слаба, так бессильна, что понадобилось что-то еще вспомогательное, параллельное, что могло бы помогать людям избавляться от болезней? Вот, пожалуй, стоит рассказать про его биографию. Он родился в 21-м году, поступил перед войной в институт, как раз психологический. Его тема уже тогда интересовала. Он прочитал книгу известного психолога Кокнилова «Роспитание воли» и связался с ним, пошел к нему в ученики. Но война открывала учебный процесс, он ушел добровольцем на фронт и потянулась череда госпиталей, потом восстановление опять передовых, снова госпиталей. Последнее, восьмое ранение было наиболее тяжелым. Осколок задел позвоночник. И когда его доставили в госпиталь, у него было настолько тяжелое состояние, что хирург сказал оставить его в коридоре и даже не заносить в палату. Он говорит, и до утра не протянет. Как безнадежного. Да. Однако, когда утром врачи видели, что он еще дышит, его сразу повезли в операционную. Сделали операцию и вскоре его выписали из госпиталя инвалидам первой группы, дали набор ампулы обезболивающих. Это был весь арсенал тогдашней медицины. Причем при его ранении, инвалидности, тут было практически невозможно что-то сделать. И Сытин, имея небольшие уже знания в области психологии, самоубеждения, стал придумать свой первый настрой. Я здоровею крепну, каждая моя клеточка здоровеет, крепнет, боль навсегда уходит из моего тела. Примерно такие сова были в его первом настрое. Вот наука, доказательная медицина, она же требует каких-то фактов. Например, если, скажем, какие-то правильные импульсы из головного мозга в этот момент, когда он себя настраивает, человек, на что-то положительное, позитивное, допустим, всему организму распространяется. Это же какой-то прибор должен как-то зафиксировать. Были попытки задокументировать, зафиксировать что-то? Да, вот Сытин, после того, как он стал заниматься сам, создавать настрой, восстановил полностью свое здоровье и был признан годным к строевой службе без ограничений. После этого он стал все больше заниматься темой самоубеждения и занимался со спортсменами, с космонавтами. И при работе с космонавтами фиксировали импульсы, которые отправлял головной мозг при работе с определенными текстами. Когда человек занимался самовнушением, читал текст про себя, про состояние своего здоровья, организма, головной мозг активизировался и отправлял импульсы в тело, которые фиксировались на приборах. С какого плана примерно это могут быть тексты? Вот можете просто пример привести? Вот одну-две фразы буквально, чтобы мы понимали, о чем речь. Да, и тексты еще уточню, они такие образные, чтобы лучше воспринимались мозгом. Например, я с яркостью молнией чувствую, с твердостью стали знаю. Мое сердце новорожденное, исправное, богатырски здоровое. Ну вот примерно так. Ну текст вот как у Маяковского, прям такой рубленый очень, резкий, грубый, энергичный. Да, то есть тут важны не только сала, но и наши эмоции, наши образы, которые чем они ярче, чем ярче эмоции, тем лучше они воспринимаются организмом. От себя можно добавлять нюанс? Потому что вы сейчас как психолог со мной говорите, а я вот как филолог хочу добавить свою лепту внести. Потому что я помню, нам говорили на фонетике о том, что, например, спичрейтеры, которые пишут тексты для политиков, с которыми они потом, собственно, выходят на то, что баллотируются, выходят к людям, учитывают в том числе то, из каких звуков состоит текст. То есть у каждого слова же есть синоним. Условно говоря, можно одно слово употребить, а можно другое совсем из других звуков, а смысл будет примерно тот же, но немножко, может быть, окраска поменяется. И нам приводили в качестве примера фразу. Например, нас спрашивали, что, по-вашему, звучит более угрожающе, страшнее фраза «Сейчас в рожу получишь» или «Сейчас в морду дам». Мы, конечно, смеялись, хихикали, но, тем не менее, «в морду дам» там сонорные, согласные, он текст более открытый, он меньше страха в нем, меньше опасности в нем как будто бы таится. А там, где много шипящих, глухих звуков, там вот такое змеиное какое-то шипение. Это с точки зрения науки, филологии, психолингвистики, да. Вот такой подтекст. Я к тому, что мы с вами сейчас к общему знаменателю, по сути, переходим. Кроме медицины, эти методы, вот такие, самовнушения, воздействия словом, они где-то еще применяются? Про космическую отрасль мы услышали. Вот, с космонавтами применялось при подготовке их к полетам. Также, например, мой отец работал с разными спортсменами, хоккеистами, футболистами, ехоцменами. Вот могу рассказать один случай. Когда он работал с хоккеистами, это был 79-й год, наши готовились к чемпионату мира. И у нас была проблема на тот момент с Чехословакией. Мы никак не могли их обыграть. И отец, настраивая их перед матчем, сказал, что вы можете поиграть им с любым счетом. Главное, получить удовольствие от игры. Расслабьтесь. И наши вышли раскрепощенными на игру и обыграли Чехов 11-1. Как дворовую команду. В таких позитивных тонах мы сегодня разговор ведем, но мне все-таки хочется немножко скепсиса добавить. Но вот, мне кажется, будет очень показательным привести пример с детьми. Я понимаю, что если взрослый человек очень настроился на излечение с помощью самовнушения, вот он настрадался до этого, наверное, с ним это работает. Как только ты поверил, говорят психологи, в это, оно с тобой работает. Но с ребенком же такие фокусы не проходят. Вот, например, как на детях пытались что-то подобное проводить, проверять. Да, и отец даже сделал специальные тексты на строе свои от недержания мочи у детей, от энереза и от заикания. Причем, соответственно, для детей он сделал, подобрал специальные образы, слова. Например, я говорю легко-легко, как папа. Говорю легко-легко, как папа. То есть для ребенка такой понятный образ в сравнении с родителем. Либо от недержания мочи, что я мочу запираю на замочек, и когда мне захочется в туалет, я проснусь и пойду в туалет. Вот такой образ, понятный ребенку. Детьми такое действительно работает. По сути, мамины колыбельные, все установки на рост здоровый. Это же тоже получается какая-то разновидность вот тех же самых методов, да? Ведь самовнушение, лечение словом. Да, конечно. И, как говорят, что психологические проблемы, все проблемы из детства. То есть именно установки родителей, те или иные, очень сильно влияют на ребенка, на его дальнейшее развитие. Какого рода проблемы в организме со здоровьем можно с помощью подобных методов устранить? А в каких ситуациях вы вот прямо не советовали бы заниматься только самовнушением? Вот какие болезни требуют прямо обращения срочного к медикам, к традиционным медицинам? В принципе, работать можно со всеми заболеваниями, с разными нарушениями. Но в случае острого заболевания, конечно, лучше обратиться сразу к медицине, потому что... Воспалительная, острая стадия. Тут вообще не до информации. Например, там прединсультное, прединфарктное состояние. Конечно, обязательно нужно идти к врачу, чтобы остановить процесс. А в дальнейшем, как раз как реабилитация, восстановление после инсульта, после инфаркта, тут самовнушение играет очень большую роль. И настроение на выздоровление полное. Да. Настрой. Да. И тут можно практически полностью восстановиться после такого заболевания. Какие-то побочные эффекты. У такого легкого, казалось бы, способа, как настраивать себя на победу, на что-то хорошее, позитивное, грядущее. Побочка есть у этого или нет? Побочных эффектов, в принципе, нет. Тут их преимущество, преимущество самовнушения перед таблетками. В этом плане. А вы мне интересный случай рассказали про женщину, которая о море мечтала. Я к этому веду. Кстати, тоже интересный момент. Есть такой случай. Женщина занималась самовнушением, и она представляла, очень хотела поехать на отдых на море, и представляла, как она на круизном лайнере плывет по морю, отдыхает. И она настолько вошла в образ, что у нее началась морская болезнь. Вот тебе побочек. Стала укачивать и тошнить. И такое бывает. Я даже не знаю, приятный этот побочный эффект или какой. Давайте подведем итоги голосования, которые мы в начале выпуска нашего рассказывали, заявляли. Мы сегодня наших потенциальных телезрителей, наших подписчиков спрашивали, а вот вы можете сами себя настроить на позитив? Варианты ответов были такие, но и ответы, собственно, были такие. Да, вполне, самовнушение сильная штука, ответило абсолютное большинство. 54%, 23%, но это практически каждый четвертый сказал, с трудом, а вот других могу морально поддержать. И столько же 23% убеждены, что они не могут этого делать. А вот накрутить себя еще больше, раздуть из мухи слона, ну, при проблемах, соответственно, они могут вполне. Как прокомментируете? Большинство считает, понимает, что можно настроиться на правильный лад. Понимает, что самовнушение сильная штука, вот как люди голосуют. Они понимают роль слова наших мыслей, причем не только здоровье, вообще на нашу жизнь в целом. Почему люди часто, вот обратите внимание на третью строчку, 23%, я могу еще больше накрутить себя при проблемах, почему люди акцентируют внимание свое и все силы душевные, когда что-то плохое происходит в жизни. Тут такая наша особенность, что плохому мы уделяем больше внимания, больше на нем концентрируемся. Хорошее, ну, как бы хорошее, вроде и так и должно быть. Приняли, отпустили, как будто так и должно быть. А плохое, это уже что-то не то, и мы на нем, об этом начинаем думать, переживать. И тут нужно прилагать определенные усилия вообще себя настраивать, чтобы по жизни именно концентрироваться на хорошем, когда мы его притягиваем. А если концентрируемся на плохом, то и притягиваем, соответственно, плохое. Очень мало времени до конца эфира. Остается одной фразой буквально. У меня была знакомая, которая меня всегда ругала за то, что я очень там театрально как-то пыталась пошутить. Я говорила, о боже мой, у меня чуть инфаркт не случился. Она говорит, ты что, не говори так ни в коем случае. Я говорю, ну, это же шутка. Она говорит, да хоть бы и шутка, не говори так. От того, что мы шутим сами про себя. Вот у меня сердце схватило, чуть инфаркт не случился. Вот так можно шутить или нет с точки зрения психологии? Пожалуй, если в один раз так получите, скорее всего, ничего не случится. Но если постоянно повторять такие фразы, то организм, головной мозг воспринимает это за действительность и может соответствующим образом отреагировать. Что посоветуете напоследок тем людям, которые хотели бы попробовать заняться с оздоровлением, вот по этим самым методам самовнушения, что нужно делать и чего категорически не нужно делать? Я бы рекомендовал воспользоваться опытом специалистов, ученых, которые уже этим вопросом занимались, изучить их книги и попробовать тогда на себе. Категорически не стоит делать при острых заболеваниях, острых состояниях. Мы еще когда говорили о том, какие, собственно, нарушения в организме можно устранять при помощи этого метода, я буду права или нет? Или вы меня поправите? Что скорее, наверное, это работает в тех случаях, когда психосоматические заболевания, потому что медики... Вот у нас когда в гостях были медики, вот на этом месте сидели, на вашем месте, они говорили, что раньше считалось, что примерно 7 болезней основных, они происходят от наших, собственно, мыслей, от нашего самовнушения, это все, что связано с кожей, всякие там нейродермиты, многие болезни системы дыхания, например, астма, от волнения, от самовнушения. Теперь якобы даже официальная медицина признает, что гораздо больше болезней, в корне которых сидит психосоматика. Вот они, на ваш взгляд, как раз... Это тот случай, когда вот наш настрой поможет от них избавиться. Да, психосоматика, тут уже само название за себя говорит. Психа – это наша психика, и сома – это наше тело. То есть влияние психики на тело. Психосоматическое заболевание, там, пищеварение, например, расстройство язвы желудка, когда человек постоянно в стрессе, не может переварить какую-то ситуацию, это сказывается на желудке. Но на самом деле болезней, которые так связаны с нашей психикой, очень много, не зря говорят, все болезни от нервов. То есть очень много заболеваний происходит именно от нашего психического состояния. У меня есть несколько знакомых, у которых возник диабет на фоне стресса. Сахарный диабет на фоне стресса. Есть много случаев, когда у человека от нервов был инсульт, инфаркт. Человек переживает, у него инсульт. Отсюда вывод. Психическое здоровье напрямую связано с нашим физическим, телесным. Спасибо большое, Олег, что к нам сегодня пришли, на интересную тему с нами разговаривали, интересные примеры приводили. Я думаю, что, возможно, кого-то навели на мысль о том, что о своем здоровье нужно заботиться и начинать с головы, собственной головы. Спасибо большое, приходите еще, будем ждать, звать, приглашать. Это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня говорили о том, почему пессимисты чаще хандрят, о том, почему наши мысли влияют на наше физическое состояние и как работает самовнушение. Субтитры создавал DimaTorzok